Здорово, это Шамшурин. Это видео называется «Как найти себе женщину, если тебе за 40?». В первую очередь оно полезно и интересно будет так называемым динозавром, которых я таким образом окрестил на своих тренингах и всегда рад видеть таких мужчин, в том числе и потому, что у них уже есть какой-то богатый жизненный опыт за плечами, вплоть до того, что я даже чему-то могу сам у этих мужчин поучиться. Значит, после 40 жизнь она уже летит со скоростью, наверное, как минимум x2. И также после 40 есть одна особенность, что чувство одиночества чувствуется намного более остро, болезненно и страх остаться одному, он все больше и больше усиливается. По сути, приходят два вида мужчин, которым за 40. Первый – это те, кто уже был в отношениях, у них была семья, и, соответственно, они хотят новую семью, новые отношения, и, в общем, чтобы все было теперь не так, как раньше. И другие – это те, несмотря на 40-летний возраст, у них никогда не было женщины, как таковой, долгой, постоянной, и им хочется уже эту женщину себе найти. Какие у них цели? У одних из них цель поскорее оправиться, забыть все психологические травмы и обиды после прежних отношений, найти себе новую женщину, создать семью, родить детей и все прочее. У других цель нагуляться в сласть, потому что, возможно, они когда-то рано женились, и этот период, который должен пройти в жизни каждый мужчина нормальный, нагуляться, значит, погрузиться в это пространство женщин, он у них не закрыт. Поэтому они сейчас говорят, нам ничего не надо, никаких серьезных отношений, мы просто хотим почувствовать, что мы нужные, востребованные, классные, интересные, сексуальные, что женщины нас хотят, и, соответственно, я с удовольствием им в этом помогаю. Среди этих мужчин есть две крайности, то есть есть, конечно, и среднего достатка, но я сейчас буду говорить о крайностях. Есть богатые мужики, которые закрыли все свои потребности финансовые, я имею в виду, то есть у них есть все, чего они пожелают, они действительно зарабатывают много денег, но у них нет, самое главное, у них нет счастья, и женщин или женщины, которая бы видела в нем личность, а не его ресурсы, его кошелек. И эти мужчины часто общаются со всякими эскортницами, содержанками, они притягивают к себе сами, за счет своего же неправильного позиционирования, они притягивают девушек, которым интересны только их ресурсы. Это печально. И они же еще и в голове у себя сложили стереотип, что женщинам нужны от меня только мои деньги. Внимание. Есть, например, какие-то, мягко говоря, небогатые мужики, у которых в голове есть четкий стереотип такой же, что женщинам нужны только деньги. Но в первом случае они сами их предлагают, поэтому они получают таких девушек, а во втором случае эти мужики ничего не делают в сторону женщин, потому что они говорят, у меня нет денег, кому я такой нужен. В этом вся проблема. Итак, а сейчас информация, как быть мужчине, которому уже 40 или 40 с плюсом, как ему найти себе женщину, есть определенные тонкости, нюансы и моменты. Так вот, значит, первое, ты должен понимать одно, что ты точно не старый, потому что такие мужики иногда говорят, вот, у меня все позади, я уже там не так хорош, как в молодости. Это ошибка. Есть реально доказанная практика того, что чем старше становится мужчина, тем более юным девушкам этот мужчина нравится. Вот ты хочешь верь, хочешь не верь, но это действительно так. Соответственно, у тебя в какой-то степени даже больше шансов, чем у молодых парней завоевать интерес какой-то молодой, красивой, нравящейся тебе девушке. Следующий момент. Важно. Если представить, что ты набрался смелости и решил познакомиться в пробке, в баре, в клубе, на улице, в метро, где бы то ни было, есть такой момент. Важно не зефирить, не скакать, не превращаться в какое-то радужное воздушное облачко. Почему я об этом говорю? Потому что многие мужчины, которые приходят ко мне на тренинги, которым за 40, они этим грешат. Я на примере одного товарища тебе расскажу. Мы его на тренинге называли Иван Дорн, потому что он был похож на его лицо. Это взрослый дядька, допустим, в районе 45 лет. Он очень серьезный, очень не альфовый мужик. То есть у него очень такая серьезная работа. Он юрист, который буквально в смысле нагибал какие-то крупные компании, отстаивал интересы своих клиентов. То есть он большой профессионал своего дела и очень такой жесткий, брутальный мужик. Плюс у него очень широкая душа, потому что он на тренинге помог одному из наших участников. Абсолютно практически малоимущему. То есть он принес ему свои старые шмотки, сказал, на, носи. В чем суть? Достаточно, скажем так, востребованный, казалось бы, мужчина, желанный для любой женщины. Просто мужчина с большой буквы. Но когда он начал подходить, и такое я наблюдаю много раз, это просто на примере одного дядьки. То есть он превращался в какого-то такого милого, такого пухлого одуванчика, который просто буквально стелился, как кот вот так вот терся об девушек. То есть он просто трансформировался в какое-то большое зефирное облако. Что должно быть в голове у женщины в этот момент? Она видит какого-то солидного дядьку, который по улице идет так сурово, смотрит на всех уверенность. Высока надувает, о, круто. Вот этот мужик, как только он оказывается рядом с ней, он полностью превращается в зефир. Ты, если наберешься смелости, самостоятельно будешь практиковать подходы и искать себе женщину, обязательно должен помнить об этом и не совершать таких ошибок. Следи за своей невербаликой. Далее, есть такой момент, что женщины, молодые особенно, они думают так, чем более зрелый мужчина, значит, тем меньше шансов, что этот мужчина будет делать ей мозги. То есть не только девушки выносят мужчинам мозг, как выясняется, еще и мужчины выносят, особенно молодые и неуверенные в себе, они начинают ревновать, ограничивать, где ты была и так далее. И действительно, чем старше мужчина, тем больше он уже философски относится к жизни, тем меньше вероятности, что ты будешь выносить женщинам мозг, и это определенно плюс. Далее, ты больше ассоциируешься у девушек с какой-то солидностью, серьезностью, серьезностью намерений, какой-то статью, и ключевое слово серьезностью. То есть серьезность, что она дает? Она дает повышенный уровень доверия к тебе. То есть если к тебе есть со стороны женщин повышенный уровень доверия, значит, у тебя больше шансов, что у тебя с этой девушкой будет секс. Потому что если нет доверия, о дальнейшем каком-то соблазнении, прикосновении к чем-то еще говорить не приходится. Плюс люди, приходящие ко мне 40 с плюсом. В большинстве своем, конечно же, если дебилы, но в большинстве своем эти люди более высокоинтеллектуальные. То есть у них уже есть мозги. В чем плюс? То, что они точно знают, чего они хотят. Они точно знают, зачем они пришли, какой результат, как он выглядит. И они готовы, самое главное для этого результата, прикладывать какие-то усилия. Есть еще один интересный момент. Когда ты знакомишься с молодыми девушками? Значит, в нашей стране не все так уж прям совсем печально, как казалось бы. То есть есть, например, особенности менталитета наших девушек. То есть да, особенно в Москве, они могут не обратить на тебя внимания, они могут, ты будешь идти махать рукой рядом, они будут просто идти, как будто тебя нет. Или они могут нагрубить, нахамить. Если сравнивать с Европой, то там такого нет, потому что когда ты подходишь там общаться с девушками, они говорят, о, ес, хеллоу, да. Казалось бы, внешне все вот так вот они более воспитаны. Но там есть обратная сторона, о ней сейчас говорить не будем. Что касается русских женщин. Однозначно с нашими девушками общаться намного проще. Но есть нюанс, да, что они могут действительно нахамить тебе, если ты себя ведешь как-то не так, может быть, как придурок. Но в чем фишка твоего возраста? У тебя действительно есть меньше шансов услышать оттуда слишком грубую, жесткую реакцию. Если к девушке подойдет какой-то молодой, неуверенный студент, эта девушка молодая, невоспитная, она там отрывается как может, она может сказать ему прям, пошел ты, и послать его на три буквы. Такое бывает, но не часто, но встречается. Но когда к ней подходит взрослый мужчина, даже если ты ей не приглянулся, не нравишься, и она не хочет с тобой общаться, она все равно максимально вежливо будет тебе отказывать. Это факт, это замечено мной уже неоднократно. И это один из плюсов возраста, что все-таки старых дядек, уж прости, что ты старый, у нас принято все-таки уважать. Есть ли какие-то супер техники, особенности, да? То есть вот, меня часто спрашивают взрослые мужики, а как мне быть, если мне там 40 с плюсом, что мне делать, какие нюансы? Нет никаких нюансов. Единственный нюанс в том, что из плюсов, опять же, ты уже взрослый мальчик, и ты должен понимать, что для того, чтобы получить какой-то результат, в том числе и в личной жизни, это самое главное, тем более ты понимаешь меня в этом возрасте. Ты должен что-то сделать. Я надеюсь, что ты сейчас, глядя это видео, понимаешь, что у тебя нет женщины или нет женщины той, которую бы ты хотел видеть рядом с собой, или ты терпишь унижение там со стороны своей какой-то спутницы только потому, что ты не сделал каких-то других принципиально новых действий. И сейчас у тебя есть уникальная возможность записаться на мою персональную консультацию в онлайне, где бы ты ни находился, в какой бы точке мира, сколько бы лет тебе не было, записывайся под этим видео на консультацию. У меня не так много времени на то, чтобы проводить персональную консультацию, но сейчас я решил выделить его для нескольких сорокалетних или даже более летних динозавров. Успей воспользоваться этой возможностью здесь под видео. А сейчас я тебе скажу еще о некоторых отягчающих нюансах. Значит, многие мужчины 40+, которые особенно не бедные, они привыкли к определенному уровню комфорта. Есть такая история. И для того, чтобы начать взаимодействовать с женщинами, это же надо идти в дискомфорт. Есть риск, что тебе откажут, что ты почувствуешь себя как-то неловко. Здесь, да, здесь есть усложняющий момент, что вам меньше хочется туда, в этот дискомфорт идти. Но если вы думаете, что всем остальным молодым ребятам легко, вы сильно ошибаетесь. У меня есть инструменты и опыт, с помощью которых я могу перенести вас через этот дискомфорт к желаемому результату с женщинами. Следующее. У мужчин 40+, больше советских убеждений в голове. То есть, в частности, что там в Советском Союзе секса не было, какое-то там более галантное, возможно, отношение к девушкам. Я крайне положительно отношусь ко всему, что связано с Советским Союзом. Ну да, там по поводу того же пикапа были определенные негативные убеждения установки. Да, ты старше, у тебя этого немножко больше. Но, опять же, никогда не поздно себя в чем-то переубедить, и при чем это сделать на практике, получив положительное подтверждение. И еще один момент, который отягчает жизнь таким, как ты, в том, что такие дядьки все время любят говорить, я уже взрослый, мне не солидно, как это так, не комильфо, как это я буду подходить к девушкам, к молодым, это мне не по статусу. С этим я, конечно же, тоже могу поспорить, но по большому счету то, что ты должен понимать, те же самые молодые ребята 20 лет также точно боятся, им также некомфортно. То есть, это всего лишь удобная для тебя сейчас отмазка, почему ты ничего не делаешь. Итак, если тебе 40 или 40 с плюсом, если ты динозавр, ты также хочешь быть счастливым, и ты также хочешь иметь рядом с собой лучшую женщину, и это вполне нормально. До старости и до того момента, когда у тебя все перестанет работать, возможно, ты будешь жить еще лет 30, 40, а дай бог и 50. И ты просто обязан сам для себя сделать так, чтобы оставшуюся часть твоей динозаврской жизни ты прожил так, как тебе хочется, с той женщиной, которая тебе нравится, или окружив себя этими женщинами. Для этого я еще раз приглашаю тебя на свою персональную консультацию, записаться на которую ты можешь под этим видео, либо же приходи на новогодний тренинг практика, и мы вместе с тобой решим твои вопросы. Все, это был Шамшурин. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok